Итак, друзья, коумейн-эвент турнира UFC 279 и долгожданный переход Тони Фергюсона в полусредний вес. Как вы все прекрасно знаете, этот парень, который вел просто дитчайший винстрик из 11 или 13 побед, я уже даже не помню, как давно это было, и по сути являлся одним из самых главных претендентов на титул тогда чемпиона Хабиба Нурмагомедова, получил такой же дитчайший луз-стрик и просто, ну я не знаю, парень, который котировался топом один железно после чемпиона, стал таким бойцом, который вынужден бежать просто в другую весовую, так как в легком весе становиться мальчиком для битья, для проспектов, ну абсолютно не было никакого желания. Тем не менее, как он провел бой с Чендлером, он пропустил там удар, но в целом-то раунд смотрелся неплохо, отлично выглядел на руках, чувствовал дистанцию, и я не знаю, как... Мы любим, мы любим болеть за ветеринаров, вы прекрасно это знаете, да? Да, друзья, и я понимаю то, что многие с этим не согласятся, подумают, что Тони уже это боец, который закончился, но я все-таки считаю, что он пока еще не закончился, а пока что у него есть возможность проявить себя. И в данном случае противостоять ему будет более тяжелый боец, чем он привык, но тем не менее, все-таки классом немножко пониже. Это явно будет не Чарльз Оливейро, нынешний чемпион, это не Джастин Гэджи. Тем не менее, крайне опасный панчер, который может финишнуть абсолютно любого. Идет, зарубается, наносит тяжелые удары, когда-никогда может побороться. Тем не менее, его и самого можно уронить. Давай попробуем разобраться. Вот Тони, который прекрасно чувствует дистанцию, отлично работает в плане кардио, может ли он Джин Гьянга просто перебить на классе в плане бокса? Как ты думаешь? Да, в принципе, теоретически это возможно. Здесь, конечно, очень много факторов, которые стоит учитывать, очень много вопросов, ответов на которых у нас попросту нету, к сожалению, и мы только в бою узнаем. Например, естественно, это вопрос весогонки, естественно. Мы прекрасно все знаем, что для Тони Фергюсона она простой не была, и поэтому сейчас, наверное, возможно, надеяться на то, что Тони Фергюсон будет себя получше чувствовать в плане держака, что вполне возможно, немножечко крепче будет. И в целом, опять же, конечно, вот этот подъем в весе, ну, посмотрим, как это скажется. Однозначно пока трудно сказать. Я, конечно, вижу в этом что-то позитивное в любом случае для Фергюсона. Вот, ну, мы видим, да, что он пашет, он постоянно выкладывает там и в Инстаграме самого зала, и он сам выкладывает, и ребята, кто с ним тренируется, постоянно с ним выкладывают, да, какие-то фото и видео. Ну, то есть, чел там буквально, буквально вот живет постоянно в зале там тусит. Это, конечно, радует, да, это как минимум говорит о том, что, наверное, подготовка у него хорошая будет, вменяемая. Вот. Ну, а в целом, вы прекрасно знаете, что это за боец. С ним очень тяжело работать в стойке, да, потому что у него такой довольно хаотичный стиль, у него очень неудобный стиль. И, на самом деле, несмотря на то, что залежали его, все-таки залеживать его, это не такая простая задача. Он очень много работает снизу, у него джиу-джитсу весьма достойное. Вот. И, конечно, противостоять ему будет сейчас Джин Лян Ли. Но я в первую очередь что хочу сказать. Вот честно тебе скажу, у меня складывается такое ощущение, что, не знаю, как будто бы лепит немножечко какую-то звезду из Джин Лян Ли. Это с одной стороны. И с другой стороны, я прям уверен, я это прям вижу, что человек растет технически. Я от него этого не ожидал. Я сразу скажу. Вот для меня, да, Джин Лян Ли всегда был, ну, что-то вроде бойца, ну, вот, который, знаешь, к примеру, с Бобби Нэшем дрался, да. Ну, то есть такой опаснейший рубака, да, который выходит, он зарубится, он может и сам упасть. Он не раз бывал в нокдаунах и потрясен. Ну, конечно же, тяжелый панч, это его максимально сильная сторона, да. Это то, чем он всегда пользовался в своих боях. Вот. И вот для меня он вот таким бойцом очень долгое время был. А по факту, если мы посмотрим на его поединки, с момента боя, допустим, с Элиосом Залески, ну, слушай, он прям, прям растет именно в техническом плане. Я вижу, что он уже начинает думать в боях. Я вижу, что у него есть заготовленные комбинации заранее, которые они придумали, да, просмотрели соперника, подготовили к нему что-то. Джин Лян выходит, проделавший домашнюю работу, да, и у него это срабатывает. Вот. Ну, надо заметить, что ужаснейший бой с Нилом Магни, да, когда Джин Лян вышел и просто всю дорогу его бороть пытался. Я просто поверить не мог вообще, что это Джин Лян. Но это был он, действительно. Да, ты верно заметил, что у него, в принципе, какая-никакая борьба есть, да. Он может кого-то там побороть, но в целом, ну, это никогда не было его сильной стороной. И, не знаю, трудно вообще его от борьбы оценить. Ну, вот стойка, ударная техника, это да. Посмотрите, как он классно поймал Сантьяго Панзенибио. Это прям, это была грамотная, это была зрячая атака. Как он классно Муслима Салихова разобрал. Он его просто разобрал. Он не случайно попал раз-два. Он просто его именно подловил, да. И отличная, отличная победа над очень высококлассным соперником, над высококлассным ударником. Поэтому, конечно, Джин Лян Ли очень непростой, наверное, соперник для Тони Фергюсона. В том плане, что Фергюсон только что, после тяжелейшего, страшнейшего нокаута. Я напоминаю, это было в мае. Это, в принципе, не сильно давно было. То есть, всего лишь 4 месяца проходит. Нокаут был страшный, да. Я еще раз скажу. И он сразу поднимается, да, в вес, где, ну, парни побольше, поздоровее. Джин Лян Ли супер такой физушный. И он супертяжелобьющий боец. Просто супертяжелобьющий. И, ну, вот именно в этом плане, возможно, возможно, да, некоторая неудобность есть. Но это с одной стороны. А с другой стороны, борьбы, как я считаю, у Джин Лиана вот такого уровня, чтобы там залежать, завалять Тони Фергюсона. То есть, уровня Бенила Дариуша, да, уровня Чарльза Оливейра. Ну, мне кажется, нет. Опять же, это мое мнение. Может быть, мы уже про это не раз говорили. Знаешь, что вот мы, когда смотрим на ветерана, мы никогда не знаем, когда он закончится, в какой момент. Мало ли, может, там уже закончился Тони Фергюсон. Его с любой сможет завалять. Я не знаю этого. Но я предполагаю, что все-таки у Джин Лиан Ли такой борьбы нет. Я здесь вижу все-таки бой в стойке. В стойке, да, Джин Лиан Ли, безусловно, растет. Да, он более собрано работает. Он разбирает соперников. Но Тони Фергюсон, это все-таки не тот боец, которого в стойке легко разобрать. И я считаю, что Тони Фергюсон в стойке значительно более активен. Он намного больше бьет. Он намного больше делает. И, как я считаю, если не пропустит что-то тяжелого Тони Фергюсон, да, и не влетит в нокаут, там, или не будет в нокдаун падать каждый раунд, то шансы у него здесь есть вполне себе вменяемые. Потому что, ну, вот, честно, я, ну, трудно, трудно мне предположить, что вот прям Джин Лиан прям вот будет разбирать его каждый раунд, да. А мне кажется, что это очень сложная задача, когда мы говорим про Тони Фергюсон. Но это при условии, что Тони Фергюсон еще все-таки себя что-то представляет. Я, как бы, тешу себя надеждой, что да, представляет. Потому что бой с Майклом Чендлером, с Майклом Чендлером эти надежды мне еще дает. То, что было в первом раунде, как Тони его просто начал жестко разбирать, как Тони его потряс, да, я вижу, что там еще, как бы, есть порох, да. Поэтому я считаю, что Тони Фергюсон, в принципе, здесь достоин того, чтобы рассмотреть его, как минимум. А я хочу напомнить, что он идет за очень большой коэффициент 3,62. Сейчас за 1,3 идет Ли Джин Лиан. В моем понимании здесь все-таки есть некоторый интерес. Но, опять же, надо, я уверен, что это не популярная точка зрения. Я уже знаю, что Джин Лиан Ли уже в экспрессах у очень многих людей, да. Потому что мы проводим стримы. Если кто не в курсе, да, мы смотрим каждый турнир UFC, турнир ESA постоянно. На этой неделе обязательно будет 2 стрима. Залетайте. У нас отдельный канал Агрессив Лайф. В описании в закрепленном комментарии будет ссылочка. Там, поверьте мне, крайне весело и классно. И вот уже не раз нам на стримы, да, ну, ребята скидывают там, на кого они ставят. Уже не раз я видел такое, что вот у меня залетает пресс, буквально остался Джин Лиан Ли. То есть я понимаю, что вот то, что я сейчас говорю, да, что мне более интересен Тони Фельгусс. Я понимаю, что это супер непопулярная точка зрения. И я видел уже много прессов с Джин Лианом Ли. Но тем не менее, ребятки, если кого-то здесь и рассматривать, ну, в моем понимании, это явно не Джин Лиан Ли за 1,3. По навыкам Тони Фельгуссон явно достоин, чтобы подумать, да, чтобы как минимум об этом подумать. Так что я здесь всей душой, всем сердцем за Тони Фельгуссона и желаю ему удачи. Да, друзья, действительно, если посмотреть на полусредний вес, основная масса бойцов, которые там сейчас обитают, это действительно большие парни, которые, скорее всего, будут сильнее физически, чем Тони Фельгуссон и обладают гораздо более серьезными навыками борьбы. Но если посмотреть на Джин Лианга, ну, объективно, это не самый крупный парень в данной весовой категории. Он не обладает какой-то фантастической мышечной массой, не обладает гигантским ростом. И, я думаю, антропометрически и по массе они будут плюс-минус сопоставимы с самим Тони Фельгуссоном. И из этого я могу сделать вывод, что, скорее всего, он не будет испытывать какой-то дикой недостачи физической мощи. Да, его нельзя назвать каким-то там супер физически одаренным атлетом, как там, я не знаю, Майкл Чендлер или подобные ребята Качковского типа. Но, тем не менее, слабым его прям совсем тоже не назовешь. Поэтому, я думаю, бой все-таки этот пройдет в стойке, где решится вопрос о том, сможет ли Тони Фергюсон навязать ему свою такую многоударную борьбу и перебивать его за счет количества удара. Вряд ли он сможет посоперничать в тоннаже, потому что Джин Лианг это действительно прирожденный панчер. Но, тем не менее, если Тони сможет элементарно избежать этого попадания и при этом перебивать количеством, шансы у него присутствуют. Ну и плюс ко всему, никто не отменял, что он просто замучает китайца, нанесет в какой-то момент решающую комбинацию. И Джин Лианг, которого тоже нельзя назвать очень там каменным, гранитным, просто упадет и все. Так что, ребят, мы поддерживаем здесь Тони Фергюсона. Вы можете свое несогласие высказать в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok